В Тюменской области расследуют загадочную историю пропажи самолёта с аэродрома. Спортивно-тренировочный Як-52 исчез со взлётной полосы ДСА в городе Ишим. Позднее появились данные, что за штурвалом машины, которую должны были скоро списать, находился потенциальный владелец. Авиатор-любитель успел даже перевести за неё деньги. Яна Подзюбан продолжит тему. В чистом поле брошенный самолёт. Переломный пропеллер, вмятина под мотором. Посадка аварийная. Двигатель заглох ещё в небе, приземляться пришлось без шасси. Як-52 главный герой почти детективной истории. Он исчез со взлётной полосы аэродрома ДСА в Ишиме. Это Тюменская область. Туда авиатор-любители прилетели из Москвы. Вдвоём. На легкомоторном французском Гордане. Обратно в столицу лётчики взлетели уже на двух самолётах. В ДСА утверждают, разрешение на полёт им так и не дали. В ходе проведённой проверки установлено, что 21 июня 2015 года около 3 часов 15 минут местного времени. Не установлено следствием лицо. Находясь на территории охраняемого аэродрома Ишимского авиационно-спортивного клуба ДСА в России, неправомерно завладела воздушным судном Як-52 и, совершив его угон, скрылась. А через 200 километров у Яка отказал двигатель. Чудом посадив машину в Ялутровске, пилоты бросили самолёт на поле и, пересев в Гордан, продолжили путь. На дозаправку они остановились недалеко от Екатеринбурга. В тот момент их уже разыскивали и МЧС, и прокуратура. Не остановили нарушителей небесного спокойствия и во Владимире, в деревне Дарьино, на поле авиаклуба, так и стоит аккуратно припаркованный их самолёт. Очевидцы загадочного похищения только добавляют вопросов на дозаправке. Предполагаемые угонщики, к примеру, мало на угонщиков вообще походили. Не нервничали, не торопились, заполнили канистры топливом и запросили взлёт. Вот он, предполагаемый вор. Найти его несложно в открытом доступе в интернете. Илья Кудряшов, учёный-ядерщик, работает в научно-исследовательском институте, политикой не интересуется, не женат. Его страсть — самолёты. Вся она в фотографиях. Управляет дельтапланом, начищает свой любимый легкомоторный, пусть и учебный. И даже этот скандальный последний полёт уже опубликован. В соцсетях активно комментируют фото. Пит-стоп геройского экипажа. Это о дозаправке. Надеюсь, что скоро всё разрешится, и мы все будем вспоминать это как забавный курьёз. Не верю я, что Илья мог самолёт угнать. Илья, всё правильно сделали. Иначе долго забирали бы купленный вами Як-52. Теперь это известно общественности, и правоохранительные органы быстрее разберутся с продавцами-мошенниками. И вы быстрее заберёте свой Як. Держитесь. С вами все мы, авиаторы. Из комментариев друзей-пилотов выходит, самолёт не угоняли, а перегоняли. Долгожданный Як-52 якобы собирались купить, и деньги уже перевели. Речь шла о миллионе рублей. Все переговоры вели с частным лицом. На месте выяснилось, что этот самолёт имеет какие-то проблемы с документами. Смысл в том, что частное лицо его продаёт, а при этом аэроклуб имеет какие-то на него виды или претензии. Когда, собственно, Союз развалился, всё имущество принадлежало ДОСАФу, это ситуация по всей стране. Все эти самолёты начали перегистрировать на себя частные лица. Начальники аэроклубов, ещё какие-то люди. Они продавались, не продавались. При этом документы когда-то оформлялись, когда-то не оформлялись. И получается так, что вроде как частное лицо продаёт самолёт, а при этом он находится на балансе клуба. Ещё одно косвенное доказательство. Угнать самолёт физически сложно. В разговорах за кадром говорят пилоты-любители. Это не автомобиль. На взлётную полосу крылатую машину нужно выкатить, заправить, подготовить к полёту. Это занимает обычно не меньше часа. Кроме того, чтобы взлететь в небо, одной лицензии мало. Нужно уметь управлять конкретной моделью самолёта. Для этого, по словам друзей пилота, он и летал несколько раз в Тюменскую область обучаться. В ДОСАФ комментируют, пилоты не знают, он не из клуба. А сделки по определению быть не могло. Скорее всего, существовал некий сговор неких должностных лиц. И люди, воспользовавшись этим сговором, взлетели с аэродрома. Этот самолёт на данный момент купить невозможно, потому что это государственная собственность. Я узнавал у руководителя нашего авиации ДОСАФ России. Никаких сделок с самолётами мы не проводили. Возможно, всё. И в том числе покупка самолёта. Такие вещи бывали, происходили. Я знаю точно, что приобретались эти вещи, там, самолёты в ДОСАФе. А потом мы их можно было уже разбирали и отправляли даже в другие страны. Об угоне сами пилоты узнали из новостей. Уже когда оказались в столице. Сами приехали в ФСБ. Сейчас их допрашивают. Уголовное же дело заведено по факту незаконного взлёта. Правоохранительные органы, поднятые ночью по тревоге, угон, теперь должны разобраться. Угон ли это или сделка о купле-продаже? Незаконная. Комиссия ДОСАФ для собственного расследования уже вылетела в Тюмень.